Сегодня мы, знаете, куда поедем? В Филадельфию. Второй раз за нашу совместную работу. Но перед тем, как мы отправимся в Филадельфию, мы с Денисом сейчас освободим машинку немножко и загрузим в гараж Денису. А именно вот эти вот доски, бревна и вот эти вот железные бимы, перекладины. Ну, Денис скрывает свое имущество тут. Мы вот тоже, Денис скрывает свое имущество по полной. Денис, тоже твои бэхи? Да, мои. А что скрываешь от подписчиков? Скрываю? Да? Я ничего не скрою. Это ты что-то скрываешь? Ты пустный. Ламбаржини себе возьму. Очень справлю. За нами пусто, освободили машину, а теперь мы едем в Филадельфию из Нью-Джерси. 105 миль, 1 час 40 минут ехать нам до Филадельфии. Мы пытаемся проехать и все никак не можем это сделать. Нам надо попасть в ту сторону, и мы уже третью улицу подряд вот так вот натыкаемся на полицейскую машину, которая загрозила проезд. И там вот я вижу, дальше тоже мигалки будут, мы тоже не сможем проехать. Можно вы перейти здесь? Для чего? Для еды. Для еды мы едем на пустоту. Нет, это пикап из Чапотли. Спасибо. Нифига, реально проехали. И все, и она дальше загородила дорогу. Обалдеть. Это, как я понимаю, центр Филадельфии. Да, мы уже туда приехали. Сейчас в поиске еды мы уже заказали в Чапотли еду онлайн через телефон, как обычно, через предложение. Улицы подряд мы пытались на это приехать, на это. Тут, тут перекрыто, там перекрыто. Везде вот все закрыто. Обалдеть. Везут пиццу для полиции. NYPD написано. Или, наоборот, от полиции. Фактически сейчас по центру города мы ездим тут одни. Катаемся просто. Вот. Реально город оцепили. Сейчас состояние очень необычное какое-то в городе наблюдается. Еще раз повторюсь, это центр города Филадельфия. Так, приехали вот Чапотли, в котором мы заказали еду. И там, может быть, вы видите, стоят девушки с футболками, на которых написано Black Lives Matter. Снова это бумажка по безопасности ввиду коронавируса. Мне забыли кое-что положить. Прикинь. Что? Я заказал чипс. Мне дали соус, но мне дали тортилла чипс. Пойду скажу им, что уфигняться. Я сегодня у них отоварился на почти 14 долларов. Помимо бурритов с этой тарелки, я себе еще взял кукурузные чипсы, эти мексиканские, тортилла, с соусом кесабланко. Тут тортилла, чипс, кесабланко. Ну и болл. То есть тарелка вот эта. Вот мне додали, короче, чипсы. Вот так буррита выглядит в тарелке. Положили здесь поменьше, чем кладут обычно. Ну, когда мы были в Нинджерси. Такой соус кесабланко называется. О, во рту горчит. Кесабланко называется соус. И чипсики мои. Тортилла чипсы. Знаешь, что я сейчас понял? Когда мы с тобой приезжали, то есть все три улицы подряд. Там во всех трех машинах, которые перегородили дороги, сидели черные люди. Ну, чернокожие, афроамериканцы. А еще к тому же были все девушки. Спрашиваться совпадения? Не думаю. Просто мне кажется, афроамериканцам, тем более девушкам, отношения будут более лояльны у протестующих. Чтобы их не трогали. Как всегда, в Штатах проблема с парковкой. Особенно в больших городах, допустим, даже как в Филадельфии. Машину припарковал вон там. В городе везде полиция патрулирует, стоит. Смотрите, вот, зашел я в этот дом. Теперь мы с вами будем подниматься в квартиру. Я пока поднялся в эту квартиру, уже вымотался. Так, мы сейчас на третьем этаже. У нас первая комната здесь. Тут по коридору у нас комната номер 2. Здесь у нас зал. Здесь у нас ванна, туалет. Здесь у нас кухня. И здесь у нас комната номер 3. Все, начинаем разборку этой квартиры. И увидимся с вами через не знаю сколько времени. У нас уже 2 часа 5 минут. Мы в Филадельфии. И только начинаем это все собирать. Да, ребята, обалдеть. Мы тут, короче, все разложили, готовы выдвигаться. Но сначала мы отправимся на свалку. Выбросим все, что надо выбросить, потому что мы в Филадельфии. А потом вот это все мы загрузим. Все, что здесь осталось, тут, там кровати, вот это все. И тронемся уже потом обратно в Нью-Джерси. Там на складе это все будем складировать. И все. Так, вот здесь все, что у нас есть, от этого сейчас избавляемся. Так, ломаем все и выбрасываем мы это все вот сюда. Короче, у нас какой-то круговорот контейнеров. Из одного контейнера в другой, из другого в третий, из третьего в пятый, десятый и так далее. То, что у нас получается. Так, снова мы пусты. Первый рейс у нас, по сути, закончился на свалке. Вот сейчас поедем за вторым. Роднульки мои, время у нас уже, посмотрите, половина девятого. Мы еще находимся в Филадельфии. Мы, наконец-таки, закончили полностью обчищать эту квартиру. По этой стороне все пусто, по той стороне все пусто. Да, аж квартирка была немаленькая. Три бедрум, вот, и куча всяких там картин всего такого. Уже начинает вечереть, темнеть. Мы с Денисом, в принципе, полностью забились. Вот прям реально битком забились, просто как могли. Я такие приколюхи там набрал. Домой бреду вам покажу. Вот, кстати, один из этих прикольчиков, вот, протеинчики. Закрытая упаковка. Я не пью то, что уже было тысячу раз открыто. Но это закрытая, вот. И тут целая коробка вот таких фигнюшек. А, ну я уже вам сейчас все рассказываю. Короче, да, вот такая штука. Тут целая коробка. Мы взяли две. Как раз-таки две были. Это просто идет на выброс. Никому не надо, потому что просто оставили и все. Две коробки. Одна для Дениса, другая для меня. Ну, еще яблочки в холодильнике. Сегодня мы еще, кстати, мороженое там похавали тоже. Вкуснее мороженое было. Вкусное. Клондайк и Хазендас. Ну, я думаю, вам это, наверное, ни о чем не говорит. Готовы отправляться обратно в Бруклин, через Нью-Джерси. Сейчас надо будет весь путь проделывать. Так, я только тут выезжаю со двора, вот по району еду. И вот тут вот такая вот фигня. Полиция. Чувствую, я здесь не проеду. Поэтому мне придется поворачивать направо. Тут одностороннее движение. Полиция все перекрывает. О, там я тоже вижу сирена. Ё-моё. Город отцеплен просто. От мародеров. Этих протестов, которые перерастают в мародерство. Беспорядки. Очередная машина. Налево повернуть мы не можем. Так, навигатор мне показывает, что у меня сейчас она повернута налево. Но, судя по всему, налево здесь я не поверну. Или поверну? Ну, вот эти конусы говорят о том, что запрещено. Тогда и же дальше. Тут полиция. Там полиция. Машины стоят. Везде мигалки. Вон там вот стоят, Стаси. Вдоль дороги тоже полицейские. Они встали, показывали. Нет, вот там конусы. Вот, видишь, это конус созданных забанков. То есть нет? Не-не-не, сюда нельзя поворачивать. Вон, видишь, полицейская машина. Вон там снова полиция, кстати. Как мы налево повернем? Опять спросить придется. Сказать надо. Так, очередная полиция. Окей, едем дальше. Не слышал про леваков, гать. У нас вот еще один блокпост. Окей. Еще один блокпост, пожалуйста. Ты проедешь. Едем прямо, там еще сирена мигает. Дамы и господа, в Нью-Йорке у нас уже половина одиннадцатого вечера. И, наконец, я еду домой. Получается, я сегодня отработал 13 половины часов. И за это время я заработал 285 долларов. Помните, когда я рассказал, что Денис обещал выйти с бумажкой, штрафом, на котором будет написано, за что выписывается штраф, за красный цвет, какая дата и так далее. Так вот, вчера Денис, как обычно, садится в машину. Я спрашиваю, ну где эта бумажка, которую ты обещал вынести и показать. На что он мне говорит, все нормально. Я спрашиваю, что случилось? Он говорит, я просто перепутал даты. Сейчас вы поймете, что это значит. В Америке принято писать месяц, потом день, потом год. И там было написано в цифрах 03, 05, 20. То есть март, пятый день, двадцатый год. А он же это воспринял по-русски. То есть это, получается, 3 мая двадцатого года. Но, как выясняется, я с ним вообще еще даже в марте пятого числа не работал. Мы друг друга вообще не знали. Я с ним начал работать только с конца марта. Получается, что эта бумажка, этот штраф ко мне вообще никак не относится. Это предыдущий человек, с которым он работал, нарушил и проехал на красный цвет. Таким образом, Денис просто спутал вот эти цифры и посчитал это на русский манер. То есть штраф ко мне не относится, что меня не может не радовать. То есть, фу, на красный я не проехал. Вот, закрыли тему. Рассказал. Ну а теперь смотрите, пожалуйста, следующий день. Блядь, сейчас украл. Блин. Надо было то шорт одеть. Что-то я не сообразил. Ребята, сегодня уже следующий день. Мы с Денисом прибыли. Снова контейнером. И то ли китаец вчера что-то напутал, то ли мы недопоняли друг друга. Но нужно сейчас, короче, все, что мы заносили, выносить обратно в квартиру. А вот это все надо будет занести, завести, складировать. Мы отсюда все выносим. Кроме постельного. То есть, кроме постельного все выносим. Блин, диван тоже, да, получается? Да. Обалдеть. Диван таскать такое себе удовольствие, конечно. Туда-сюда. Матрасы, кровати, которые были в машине, мы сегодня загрузим в этот контейнер. А все, что в этом контейнере, все, что мы загрузили вчера, сюда, мы должны выгрузить и отвезти обратно в квартиру. То ли мы неправильно поняли китайца, то ли сам китаец запутался. Ну вот, загрузили все обратно в машину. Забавная ситуация получилась вчера, сюда все это привозили, за это получали денежку. Сегодня мы все это обратно будем в квартиру увозить. Привезли, увезли, привезли, увезли. И за это как бы лишняя работа, но в то же время и деньги. Поэтому главное, что за это платят. То есть я могу хоть целыми днями это относить, привозить, относить, привозить. Если за это платят, то все нормально. Приехали к дому, у которого я раздавил. Ну там вот растения. А вот это все сейчас будем заносить обратно туда вот на третий этаж. What the hell? Вот эти растения, я на них заехал, и они повредились. Блин, знаете, как сегодня здесь классно. С момента, когда мы сюда зашли, очень-очень душно, прямо тяжело дышать. И знаете, что, оказывается, стоял хитр обогреватель здесь на порядка 28 градусов. При том, что на улице 26. Сегодня все-таки, наконец-таки, воздух холодный начал выходить. И уже 70 градусов по Фаренгейту. Это нормальная такая комнатная температура. Это, как у нас, 21 градус. При том, что на улице сейчас 28. Фух, бегаем тут. Парень, кстати, вот тот человек, который там в гараже сейчас что-то делает. Который вчера попросил возмещение ущерба за цветочки. И очень-очень сильно, очень-очень сильно похож на сына Малышевой Юру. Я сначала, когда его увидел, когда он ко мне подходил, я думал, Юрец, ты ли это? То есть он реально копия просто. Я думал, он так телепортировался сюда, чтобы меня наказать. Но этот парень прям очень сильно был похож на Юрия Малышева. Прям копия. Вы помните, да, как здесь было все пусто? Вот теперь смотрите. Диваны собрали, подушки все поставили, стулья на месте. Здесь на кухне тоже все на месте. Единственное, только чего нету, это кровати. Вот. Потому что кровати, как вы уже поняли, лежат все в контейнере. И это надо было, оказывается, изначально таким образом сделать. То есть забрать отсюда только кровати. Возле нас, с левой стороны, стояли два человека. Девушка темненькая, коп. И слева от нее стоял еще один человек, парень. Одет полностью в гражданском, но у него, короче, была кобура с пистолетом. А также, здесь на груди прям камера висела. Ну, еще какие-то штучки там на нем висели. Я уже потом на это обратил внимание. А так полностью в гражданской одет. Итак, мы приехали на новую квартиру китайца. Поднялись на третий этаж. Вот заходим сюда. И у нас тут сходу зал. Машину мы припарковали вот здесь, вот таким вот образом. Загородили тротуар, стали на драйвей. Идем далее с вами. Здесь у нас стиралка, сушилка. С левой стороны у нас первая комната. Вот первая комната. Здесь у нас туалет, душ, ванна. Опа. Так, здесь у нас комната номер ту. И здесь у нас получается мастер-бедрум. Потому что здесь у нас есть свой собственный туалет с ванной. И ого. Вот такая вот получается у нас здесь огромная комната с тремя большими кроватями. Опа. И вот такой вот у нас вид из окна. Вид из окна, вид из окна. Чудесный вид из окна. Прямо на деревья и крыши домов. Вот, в целом, вот такая вот квартира. Получается, одну кровать здесь тоже оставляем. А, вот эту вот, скорее всего. А вот эту, скорее всего, на выброс пойдет. Потому что я заметил, что китаец вот такие вот кровати оставляет. Вот такой вот формы, такой конструкции. А вот такой вот конструкции он выбрасывает. И один с кроватей я, кстати, себе уже забрал. Прикиньте, у меня в гараже сейчас 11 кроватей с 11 матрасами. Денис, там пришел какой-то человек. Говорит, что сейчас они будут менять холодильник. Вот этот старый забирать и новый занесут. Короче, чуваки, сейчас за мной Тимоти идет. За мной прям Тимоти, короче. Видите? Вот он, новый холодильник. Новый холодильник, который заменит на старой нашей квартире, где мы работаем. А меняет его собственной персоной. Его величество Тимоти. Вон он в наушниках от Black Star. Вот он, старый холодос. Вот так вот он выглядит. Холодильная часть, морозильная часть. Тут он еще пока что прикреплен к источнику воды, судя по всему. Ребята спускаются вниз со старым холодильником, но хочу сказать, что это, оказывается, тоже не новый. Смотрите, какие дикие царапины здесь просто. Не знаю, видно, вот здесь не видно. Вот эти вмятины, сколы. Вот тут вот, прям как будто ножом так еще прыгнули. Вот тут, ой-ой-ой. Короче, старый поменяли на старый. Обалдеть, тот парень реально похож на Тимоти, только без татуировок. Я не Тимоти развел? Ай, точно. Тимоти, да? Да, Тимоти, он же наколки просто свел, да, по-моему? Бро, бро. Ты выглядишь как русский песня. Он рэппер. Рэппер. Когда я видел тебя, я подумал, что ты выглядишь как он. Он русский? Тимоти, да. Тимоти, он рэпп-сингер. Хорошо, спасибо. Сейчас проезжаем мимо Манхэттена. И посмотрите, как много там полиции. Ой-ой-ой, сколько полиции здесь. Так, время уже ровно 10 часов вечера. Я закончил. Еду наконец-то домой. Сегодня был очень долгий день, но при этом чувствую себя вполне нормально. Наверное, из-за того, что так же и заработал хорошо. Так, сколько мне удалось сегодня заработать? 270 долларов. 270 долларов за сегодняшний день, за 13 часов работы. Получается, что финансовая составляющая поднимает боевой дух, настроение. И вроде бы много работал, долго по времени, но при этом чувствую себя прекрасно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!